Правильный шестиугольник разбит на ромбики. Ромбики бывают трех типов. Ромбики со стороной единицы ориентированы таким образом, таким образом и таким образом. То есть три варианта расположения единичных ромбиков. Ну и вот, например, у вас правильный шестиугольник со стороной N разбит на ромбики этих трех типов. А операция будет состоять вот в чем. Если вы обнаружите маленький правильный шестиугольник со стороной единички, разбитый на три ромбика, то можно изменить сетку этого разбиения или в обратную сторону от такого разбиения перейти в так. Вопрос все тот же. Сколько операций вот такого типа требуется, чтобы из одного замощения перейти к другому замощению. От одного фиксированного, скажем, замощения перейти к другому фиксированному. Стараюсь изобразить какой-то хотя бы пример разбиения на ромбики, на единичные такие ромбики шестиугольник со стороной 2. Здесь много вопросов в этой задаче. Начиная с того, почему вообще из одного разбиения можно к другому перейти хоть каким-то количеством преобразования вот этого сорта? Почему это вообще возможно? Видно, что количество ромбиков каждого типа, тип А, тип Б, тип В, оно сохраняется. А почему вообще нету двух разных разбиений с разным количеством ромбиков типа А, да? Тогда бы они заведомы друг друга флипами переводить. Оказывается, это всегда правда. В двух разбиениях будет поровну ромбиков каждого типа некоторое волшебство. Давайте посмотрим на эту картинку, подключим. Я сказал, это двумерная задача, да? Двумерное образование. Давайте подключим сюда, попробую свое трехмерное воображение. Вот я заштриховал ромбики одного типа, сейчас попробую заштриховать какой-то другой штриховкой ромбики другого типа, да? А третьего типа оставим в покое. Вы можете подключить разные расцветки, разные цвета, что можно увидеть на этой картинке? Скажите, пожалуйста. Кубики. То есть их не было, но вот после того, как вы подключили пространственное воображение, здесь появились кубики. Как было дело, если мы смотрим на эту картинку вот с нашей точки зрения, значит, здесь как бы угол комнаты, в который просто поставили несколько кубиков, да? Несколько кубиков. Вот сколько кубиков вы видите здесь? Вот у той стены, у дальнего, да? Стоят там 4 кубика, один не виден, и один еще закрывает, да, здесь? Рядышко. Видите 5 кубиков? 5? 5? Может, 4. Нет, ну я считаю, что в углу вот там стоит 1 кубик, его потом закрыли другими кубиками, да? То есть его поставили так, кубик, поставили сяк, кубик, поставили сюда наверх, да? Вот эта вот стенка, квадратик 2 на 2, и сюда еще один приставим. Вот, и тогда очень получается смешно. Что же тогда представляет собой моя операция, скажем, в ту или в другую сторону? Иране диаметромеи. Вот, это удивительное дело. Задача приобретает совсем какой-то другой оттенок. Если я флип сделал, например, шестиугольник здесь у меня, и я поменяю в нем разбиение на румбике, то это все равно, что я поставлю новый кубик. Если я наоборот в другую сторону флип сделаю, то это все равно, вы видите, что происходит? Ну, и тогда как вы чувствуете? Какие самые далекие по количеству операций, ситуации? И сколько нужно сделать операций, чтобы от одной перейти к другой? Вот как вы чувствуете? Вот видите, вы все говорите, ну вы 8 ответов говорите для коробки 2х2х2, да? А если коробка была n на n на n, то... Да, например, из коробки n на n на n прийти к пустой коробке. То есть выбрать все кубики из этого угла комнаты. Потребуется, видно, не менее, чем n в кубе операций. И не менее, чем n в кубе операций для данной конечной и данной начальной ситуации. Я имею в виду, данная начальная это полным-полно кубиков, вся коробка в кубиках, n в кубе, да? А конечная ситуация, это пустой кубол. Мы разгребли потихоньку один за одним все кубики. Мы выполнили вот столько операций. Ну, по-моему, это очень замечательно. Только вопрос, вот решили мы задачу или нет. Вот он такой всегда... Вопрос немножко более печальный, чем объяснили мы, что происходит или нет. Вот объяснили мы очень красиво. Решили ли мы решение... Решили мы задачу формально или нет. Но это вам судить. Или не вам. Мне кажется, что все-таки не решили с точки зрения... Вот всей строгости, да? Здесь еще много всяких вопросов остается. Вот нам показалось, что эта картинка соответствует такой трехмерной диаграмме Юнгой, да, из кубика. Почему это действительно так? Почему это соответствует действительно взаимно однозначно? Каждой трехмерной диаграмме Юнга соответствует разбиению наоборот. То есть здесь достаточно много таких скользких моментов в этом суждении, что не умаляет его красоту. Хотите большего формализма? Последите за вот этими крышами, да? Последите за крышами. Это ромбики типа А. Вот что с ними происходит при одной операции? Туда-сюда перемещаются. Перемещаются. Вот это уже как более строгое мы снова на плоской картинке. Мы видим, что за одну операцию вот при таком выборе вертикальной оси происходит перемещение на единичную длину. Вверх или вниз. То есть ромбик как на лифте. Вот конкретный ромбик типа А, он как на лифте может только кататься вверх, вниз на единичку. Подниматься, опускаться. Понимаете? И это уже, наверное, ближе к такому строгому формальному объяснению, что здесь происходит. Давайте я здесь остановлюсь в этом сюжете. И, во-первых, делаю несколько комментариев по поводу возможных ваших дальнейших изучений этих сюжетов. Про эти шестиугольные соты, про эти ромбики, есть замечательная статья функции высоты, которая стоит в статьях функции.